Привет, друзья! Такая капуста вкуснее, чем пицца. Быстрый завтрак, обед или ужин готовится за считанные минуты. Одну луковицу нарезаю полукольцами. У меня красный лук, вы можете взять обычный белый репчатый лук. В сковороде разогреваю немного растительного масла. И в горячее масло отправляю лук. Обжариваю 2-3 минуты до мягкости и прозрачности. Пока жарится лук, тру на кройкой терке одну морковку. Отправляю к луку и обжариваю еще пару минут. Половинку среднего кочана капусты тонко шинкую. У меня молодая капуста, она готовится очень быстро. Отправляю капусту к луку с морковкой. Все хорошо перемешиваю и буквально обжариваю 3-4 минуты. Я не буду долго тушить капусту, нужно просто, чтобы она немного обмякла и смешалась с овощами, с маслом. Тогда она получится более нежной в готовом блюде. Капусту подсаливаю и перчу по вкусу. Можете добавить какие-то еще ваши любимые специи. Я сейчас добавляю только соль и черный молотый перец. Перемешиваю капусту со специями. Все, капуста обжарилась. Снимаем ее с огня. И перекладываю капусту в миску. В отдельную миску разбиваю 4 куриных яйца. Друзья, блюдо получается настолько нежным и вкусным, я рекомендую вам его приготовить, не пожалеете. Добавляю полстакана сметаны, где-то 4 столовых ложки. Все немного перемешиваю. И также добавлю немного специй. Здесь у меня черный молотый перец, сушеный чеснок, чесночный порошок. А также можно добавить немного паприки. Все специи, друзья, по вашему желанию. Осталось только все хорошо перемешать до однородности. Готово. Все перемешали. Один помидор или половинку среднего помидора нарезаю небольшими кубиками. Отправляю помидор в миску к яйцам. Также небольшой пучок зеленого лука нарезаю вот такими вот симпатичными палочками. Можете нарезать лук мелко. А мне очень понравился вот такой вот оригинальный вариант нарезки. Все хорошо перемешиваю. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, из какого города или страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Заливаю яйцами с овощами нашу тушеную капусту с морковкой и луком. И еще раз все хорошо смешиваю. Блюдо простое, вкусное, готовится очень просто, поэтому сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Небольшой противень или форму для запекания застилаю пергаментом. А пергамент смазываю растительным маслом для того, чтобы наша пицца не прилипла к форме и ее можно было легко извлечь в готовом виде. Теперь выливаю наше тесто, тесто без муки совершенно, на противень и равномерно распределяю. Вы можете добавить в это тесто буквально 3-4 столовых ложки муки, тогда пирог получится еще более пышным. Но если хотите, предпочитаете наиболее полезный вариант, тогда готовьте без муки, как я. Духовку я разогрела до температуры 180 градусов. Отправляю пиццу в духовку и она будет готовиться очень быстро, буквально 15 минут. Пока готовится пицца, я натираю кусочек сыра, грамм 70 будет в самый раз. А также нарезаю кольцами один небольшой помидор. Прошло 15 минут. Вот такая румяная красота, а запах просто невероятный, друзья. Посыпаю сверху пиццу сыром, половиной сыра. И на сыр выкладываю ломтики помидоров. Сверху посыпаю оставшимся сыром и отправляю в духовку еще на 5-7 минут, чтобы расплавился сыр. А если хотите, можете подержать еще на пару минут подольше, чтобы сыр красиво, аппетитно зарумянился. Посмотрите, вот такая вот вкуснятина у нас получилась. Красивая золотистая корочка, капуста, сыр, помидоры. Друзья, это невероятно вкусно, и я вам от души рекомендую приготовить этот рецепт. Сверху можно посыпать нарезанным зеленым луком. И давайте разрежем нашу пиццу на порции и попробуем кусочек. Мне очень нравится такой вариант полезной пиццы. Она готовится совершенно без муки. И из молодой капусты, зеленого лука, вы можете готовить такую пиццу всю весну и все лето. В такой полезной пицце очень много витаминов и полезных веществ. Поэтому витаминами вы себя обеспечите точно на целый год. Будете здоровы, счастливы, и вся семья будет вкусно накормлена. А главное, что вы не проведете у плиты слишком много времени. Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь рецептом с друзьями. И, конечно, не забывайте подписываться на канал. А с вами была Олеся на канале Готовим Дома. Жду вас в моем новом вкусном видео. И приятного аппетита!